Всем привет, я доктор Евгений. Короткая нога. Синдром короткой ноги. Жалоба на короткую ногу. Одна нога короче, вторая длиннее. Что делать? Как подкорректировать достаточно быстро на уровне тела? Смотрим. Давайте сначала поймем, разница длины ног в чем? В мышцах и связках, либо в костях. Бывают врожденные вывихи бедра, состояние после эндопротезирования, состояние после переломов, где кости разной длины. Тут, к сожалению, мы быстро помочь не сможем. Но если это проблема в мышцах и связках, то мы достаточно быстренько это все подкорректируем. Показываю диагностику разницы длины ног. В первую очередь нужно пациента положить на пушетку и попросить поднять таз. Поднимите таз и опустите. Все. Для того, чтобы у нас там ничего не поджалось, одежда не затянула ноги. После этого мы просто просим расслабить ноги и покачаем правую ногу на себя, левую ногу на себя. Для того, чтобы скоординировать работу мышцы, мягкие ткани, немного сбалансировать. Все. После этого мы просто поднимаем ноги и ложим их на кушетку. А теперь нужно оценить разницу длины ног в этом положении и в поднятом положении. Показываю. И вот смотрим. Обратите внимание, как эта нога длиннее, чем эта. Что нам теперь нужно сделать? Поднять ноги и перепроверить их в 90 градусов. Поднимаем. И проверяем. Обратите внимание, что ноги здесь одной длины. Соответственно, это говорит о том, что проблема функциональная. Давайте оценим основные костные ориентиры и найдем открытый угол с проблемой. И опять же, вопрос. Что нужно делать? Короткую ногу удлинять, либо длинную ногу укорачивать? Я склоняюсь к тому, что нужно длинную укорачивать в первую очередь. И при необходимости потом короткую удлинять. Я не говорю, что ее надо вытягивать и удлинять. А именно работа с мышцами и связками. Что делаем? В первую очередь поставьте ноги вместе у своего клиента-пациента. Ноги вместе. Пятки, носки соедините. Руки расслабьте. И чтобы устранить какие-то мелкие протертости между ногами, если вдруг они сильно зажимаются, просим подняться на носочки и опуститься. Все. В этом положении оцениваем основные костные ориентиры. Первое. Это надмышелки бедра. То есть, что мы делаем? Двумя руками, вот таким вот образом, встаем на середину бедра и скатываемся вниз до первого костного выступа. Вы обнаружите это, как такие костяшки по бокам. Именно сверху вниз, не снизу вверх. Спуская сверху вниз, находим два костных выступа. И взглядом оцениваем их высоту. Один, возможно, будет выше, второй, возможно, будет ниже. Допустим, здесь у моего пациента они одинаковой высоты. То есть, линия ровная. На картинке сейчас вот здесь показано, как разрисовывать углы, какой открытый, на какой закрытый. Второй костный ориентир – это вертелы. Большие вертелы или прохантеры. Что мы делаем? Также руки ставим лодочкой и встаем на середину, получается, таза. Спускаясь вниз, находим вертелы. На картинке сейчас эти вертелы вам покажутся, чтобы вы их не потеряли. И также визуально оцениваем и ощущениями, какой из вертел выше, а какой ниже. В данном случае я получаю, что этот выше, а этот ниже. И уже сейчас я могу обозначить открытые и закрытые углы. Если у меня здесь получается прямая линия, а здесь получается линия по вертелам кривая. Это выше, это ниже. Соответственно, между прямой и этой кривой этот угол получается открытым, а этот угол закрытым. То есть этот шире, а этот уже. Наша задача – найти открытые углы. Теперь необходимо высоту крыльев таза определить. Кстати, я уже показывал это в одном из видео здесь, но повторю, это еще раз здесь. То можете посмотреть, там я коротко про искривление и выпрямление таза рассказываю. Что делаем? Также заходим двумя ладонями прямыми, такими лодочками, самолетиками. И встаем на середину живота. И спускаемся вниз, доходим до костяшек. Вот эти боковые костяшки – это крылья таза. Если достаточно много тут жировой ткани, то лучше встать непосредственно в сами крылья и подняться вверх до скатывания в живот. Вот как здесь я встал, и у меня скатился он в живот. Я смотрю, какая выше, какая ниже. Здесь у меня снова прямая линия. То есть тут глубокого перекоса нет. Но, так как у нас здесь линия ровная, а тут линия косая, у нас получается в этом промежутке открытый угол, а в этом закрытый. Мы получаем открытый угол вот здесь, между вертелом и коленом. И получаем открытый угол здесь, между крылом таза и вертелом. Запомнили или записали. Еще несколько ориентиров. Следующий из них – это реберные дуги. Или нижние ребра, лучше так сказать. Нижние ребра также оцениваем по высоте. Поставили руки, спустились, скатились с ребер и посмотрели их высоту. И определили, какое выше, какое ниже. И сразу отметили по углам, какой открытый, какой закрытый. Здесь у меня ровный угол. Наконец-то я встал с колен. Теперь плечи. Просто два пальчика опускаем вниз на вот эти вот косточки. Акромиальное ключичное сочленение. Тут на картинке сейчас выйдет. Опустили пальчики. И смотрим, какое выше плечо, какое ниже. Тут относительно именно этих костяшек высота ровная. Но вам может показаться, что за счет разницы именно мышц одно плечо будет казаться выше, а второе ниже. Но при этом, если костяшки в позиции, мышцы тут значения пока не имеют. Мы смотрим на костный ориентир. И следующий заключительный ориентир это сосцевидные отростки. Сосцевидные от слова сосок. Вот так пальцы ставлю за ушами. Большие. И смотрю, какая из сторон выше, какая ниже. Вот тут у меня получается, что эта сторона немного выше, эта сторона немного ниже. Остается еще здесь открытый угол, а здесь закрытый. Соответственно, у меня тут что-то не срабатывает, и от этого у меня череп едет в эту сторону. А теперь давайте посчитаем количество открытых углов. Раз открытый, два открытый, и три открытый угол. Теперь, с какого нам нужно начать? Какой из них самый главный виновник? Что значит открытый угол? Значит, между этой костью и этой костью дисфункция мышечно-связочная какая-то имеется. И ее надо исправить. То же самое и здесь. Между крылом и вертелом есть какая-то мышечно-связочная дисфункция. И то же самое и здесь. Между вертелом и коленом открытый угол. Значит, здесь какая-то мышца и какая-то связка не срабатывают. От этого создаются дисбалансы в теле. Как найти первичный? Все очень просто. Мы просим закрыть глаза. Закрывай. Куда качнулся? Вправо. Вот первое движение, куда он качнулся, нам очень важно. Можно глаза открыть. Потому что именно в ту сторону, куда он качнулся, в первую очередь после закрытия глаз, есть отстающая сторона первичная. А у нас тут открытый угол в этом регионе. Соответственно, в этот открытый угол его тело и скатывается. Поэтому первичная дисфункция и проблема с разницей длины ног у него находится здесь. У вас может быть ситуация абсолютно другая. Она может быть и тут. Она может быть и на животе. У каждого по-разному. Но сейчас я четко понимаю, что у него между зертелом и коленом этот регион дисфункции он не дорабатывает. А что у нас тут есть? У нас тут есть широкая фасция бедра. У нас тут есть часть квадрицепса. То есть именно латеральная мышца, латеральная широкая мышца, четырехглавая мышца бедра. Вот давайте проверим, а действительно ли это так? Как проверить? Я просто этот регион стимулирую протоприоцептивно. Я стимулирую все рецепторы неспецифически. Я стучу по этой зоне. Я их глажу. Я грубо глажу. Я растираю. Я прокалываю. Делаю несколько таких движений. И после этого, через пару секунд, снова прошу закрыть глаза. Не качает его. Не качает. Лечим этот регион. Что делать? Достаточно просто поработать с триггерными точками. Теперь с вертела до мышцелка бедра. Соответственно, все бедро. Нам надо просто пройтись. Нажда, нужно, надо, нужно пройтись и найти самый болючий участок в этой зоне. И просто активировать его. Подмассировать. Нижнюю ногу согните. Эта нога прямая. Находим участок и делим его просто на три части. Соответственно, верхний. Мнем и смотрим на кривое лицо пациента. Средний. Средний терпимый. И нижний участок. Нижний терпимый. Кстати, в прикладной кинезиологии широкая фасция бедра ассоциируется именно с кишечником. Нижний отдел, средний отдел, верхний отдел. На этом тоже можно заморочиться и поискать, что в его верхнем отделе кишечника. Мы просто тут немножко помассируем. Массируем как? Надавили и втираем. Легкими круговыми движениями. Кстати, есть момент, тоже энергоассоциированный. Мы массируем по часовой стрелке либо по часовой стрелке. Если мы массируем по часовой стрелке, мы энергию нагнетаем в этот регион. Если мы массируем против часовой стрелки, мы энергию рассеиваем. Можно со спазмированными мышцами работать против часовой стрелки, а с недоработанными по часовой стрелке, те, которые недорабатывают. Соответственно, нагнетая туда энергию, мы даем ресурс и физический, и за счет того, что этот массаж легкий дренажный, химический, и в том числе еще энергетический. Это дает определенные проценты в стойкость вашей коррекции, и тогда вы точно будете крутой целитель. Вот я тут нашел прям очень приятные вещи. Массируем, 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 массируем. Все очень просто. На это у вас должно уйти около 30-40 секунд. Делай это тщательно, потому что нам нужно потом все это перепроверить, а также перепроверить длину ног. Закончив, будет меньше боли, и вуаля, перетест. А теперь после этого, когда мы отработали эту часть и устранили возможные триггерные точки в этой зоне, надо перепроверить ориентиры снова. То есть мы делаем ретест. Мы снова смотрим костные ориентиры, те, которые были кривые. Мы снова встаем на вертелы и смотрим. А они у нас выровнялись. Мы снова встаем на таз и смотрим. Он выровнялся. И самый отдаленный участок – это череп. Очень важно. Если он уж выровнялся, то все здесь было, все проблемы тут были. Если он недовыровнялся, вы можете доработать открытые углы, которые у вас остались. Но первичная проблема была тут, самое главное с ней поработать. Смотрим череп. Мозги тоже на месте. Кстати, как поправить мозги? Вот еще одно видео здесь у вас есть. Там гормональный баланс вы устраняете. Поэтому выровняв тело таким образом, мы должны теперь перепроверить длину ног. Оцениваем длину по пяткам. Обратите внимание, что пятки теперь на одной длине. То есть ноги выровнялись. Теперь поднимаем ноги и смотрим. 90 градусов. Они такие же ровные или нет? И здесь они не скринились. То, что нужно. Рад был делиться с вами этой информацией. Пользуйтесь.